МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новости на ННТ. В студии Махач Курбанов. Короткий анонс, что будет сегодня в выпуске. Борьба с незаконной продажей алкоголя в темное время суток. Активисты трезвой России провели очередной рейд в Махачкале. Молодые специалисты в селе. Что предлагает государство и на кого рассчитан проект «Земский доктор»? Смотрите сегодня в выпуске. Герой детектива. Экспертно-криминалистическая служба МВД отмечает вековой юбилей. В Гиргебельском районе Дагестана отравилась угарным газом семья из пяти человек, в числе которых трое детей. Все они доставлены в районную больницу. ЧП произошло в селе Кикуни. Медики оценивают состояние пострадавших как легкой степени тяжести. Антиалкогольный ночной рейд прошел в столице Дагестана. Активисты трезвой России совместно с администрацией Ленинского района объявили в войну незаконное продажа алкогольной продукции. Главное оружие не протокол и штраф, а объяснение и разъяснение, что алкоголь это вред. Камиль Девятов с места событий. Молодежь здоровая, спортивная, против алкоголя. Это не первый рейд активистов трезвой России. Но картина везде похожая. Да и диалоги те же. Вот у вас здесь алкоголь продается в запрещенное время. Почему такое происходит? Рейд, как правило, проходит в темное время суток. Цель – проверка, нарушают ли предприниматели запрет на продажу алкоголя после 20.00. Для этого активисты трезвой России направились в один из ларьков на улице Лаптиева, где успешно совершили контрольную закупку. В течение очень многих лет ведется продажа алкоголя, именно такого контрафактного суррогатного алкоголя. Даже здесь на акцизной марке написано «не является акцизной маркой». То есть алкоголь непонятного производства, даже от одного употребления человек может сразу умереть. Поэтому не могли не отреагировать на просьбы людей и выехали. На самом деле факт продажи выявили, продукции выявили, дальше уже сотрудники полиции дорабатывают. Продажа алкоголя в неположенное время суток не есть хорошо. Пить плохо, пить много еще хуже. Алкоголь у вас был уже проданный, уже пробитый, а продали после запрещенного времени. И все, что сказать? Вот все, что иногда здесь от сырости, просроченные, бывает такие. В Ленинском районе столицы давно решили пропагандировать здоровый образ жизни. И они тоже постоянные участники подобных рейдов. Получение, можно сказать, главы нашего района. И так мы сотрудничаем в федеральном проекте «Крезвая Россия». Мы совместно проводим такого рода рейды. Мы приходим, делаем контрольную закупку и вызываем сотрудников полиции. Все делается в рамках закона. После того, как участники антиалкогольного рейда зафиксировали нарушение закона, на место прибывает наряд полиции и участков полномоченный. Дальше составление протокола и административный штраф за незаконную продажу алкогольной продукции. Камиль Девятов, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. Сумма ипотечных жилищных кредитов за 2018 год в Дагестане составила 9,5 миллиардов рублей, сообщили информагентству в пресс-службе Южного главного управления Банка России. Наибольшая сумма ипотечных жилищных кредитов в Южном федеральном округе выдана в Краснодарском крае и в Ростовской области, в СКФО, в Ставропольском крае и в Дагестане. При этом среди данных регионов наибольший рост выдачи по сравнению с 2017 годом отмечен именно в нашей республике. Один миллион за работу в селе. В Дагестане продолжает функционировать программа «Земский доктор». О том, как работают молодые специалисты в Тарумовской районной больнице, узнавала моя коллега Карина Баталова. Больше года назад привычные улицы города для Азумрод сменились видами сельской местности. Отсутствие прежнего комфорта и близких людей рядом девушку не испугали. Теперь она врач-педиатр в Тарумовке. Каждое ее утро начинается с обхода маленьких больных. Ну все, ну что ты плачешь? Все, да, все, все. Зумруд родилась в семье врачей, и выбор этой профессии был определен еще много лет назад. Поначалу родителей удивило намерение девушки переехать в село, но позже они оценили ее инициативу. Она сама сняла себе жилье и начала выстраивать жизнь по новой. Так как я человек коммуникабельный и очень легко нахожу общий язык, тем более не первый год стажа, я очень легко адаптировалась к сельской местности. Наоборот, спокойствие, иногда находиться в спокойствии тоже хорошо. Многие люди ходят на йогу, а мы здесь отдыхаем. Приезд молодого специалиста в район местные приняли весьма положительно. Слухи о грамотном педиатре мигом разлетелись по округе. Из-за влажного климата в Тарумовке дети часто страдают заболеваниями верхних дыхательных путей. Программа «Земский доктор» действует с 2011 года. За это время в Тарумовской больнице проработало 15 врачей. Но в 2014 году ее приостановили. Медработники остались без денег и огорченные разъехались по домам. Причина – проблемы с финансированием. Спустя два года программа вновь заработала, но потерянные кадры нужно восполнять. У нас они имеются, то есть врачей не хватает. Это окулиста не хватает, невролога не хватает катастрофически. У нас не хватает двух реаниматологов. Ну вот УЗИста, а УЗИста тоже наконец года не было, но мы сейчас УЗИста тоже захватили. Я такая тоже счастливая, что УЗИст появился. Этим захваченным оказался Арслан Амаров. Уролог по специальности, он увидел, что в этой больнице очень нужен врач-УЗИст. На свои средства отправился в Астрахань на учебу. Теперь, наконец, в Тарумовке можно пройти подобную диагностику. Что будете делать с миллионом, который получится? Я уже его потратил, построил дом. Ну и все, миллион, тоже что, сейчас миллион – это небольшие деньги. Уже потратил дом, построил. Сына вот расту, осталось вот дерево посадить и все. Зарплата в сельской местности у врачей большая, да и поток пациентов не такой активный, как в городе. Есть возможность спокойно проконсультировать каждого и быть всегда на связи. А еще и миллион выдают. Но и он не всегда помогает. Год назад окулиста нашли. Вот, уже ждали, в счастливом таком ожидании, думали, вот-вот-вот. Ну, подошло это время, оказывается, там семейные дела, муж вмешался. И даже миллион не хотят. Даже миллион не захотели, остались в городе. По контракту Зумрут и Арслан должны отработать в селе не меньше пяти лет. Иначе придется вернуть государству деньги. Но уезжать отсюда они не намерены. И дело тут не только в обязательствах, но и любви к своей работе. Карина Баталова, Гаджи Магомедов, телеканал ННТ, Новости 24, Тарумовский район. В Унсукульском районе состоялся муниципальный этап среди школьников на Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика». Это самый масштабный литературный проект в России по популяризации чтения среди детей. Отметим, конкурс «Живая классика» проводится ежегодно. В нем могут участвовать школьники, обучающиеся с 5 по 11 классы. Школа как школа, но больше всего мне понравился урок химии. А все дело-то было в том, что эта учительница почти не слышала. А подвелись, я говорю, два человека. Подолазь, товарищ Филипп, огромный такой мужчина с буденовскими усами. Оценка конкурсантов проходила по десятибальной системе по таким критериям, как выбор текста произведения, соблюдение речевых норм и артистизм исполнителя. Сотрудники одного из ключевых подразделений полиции сегодня отмечают свой профессиональный праздник у экспертно-криминалистической службы МВД в этом году вековой юбилей. В настоящее время без участия специалистов центра не расследуется ни одно преступление. Порой улики, обнаруженные криминалистами на месте, могут рассказать сыщикам гораздо больше, чем любой свидетель. Сюжет по тематам Ханаповой. ЭКЦ, дюймная часть. Адрес какой? Группа зуротехников на выезд. Криминалисты. Именно они заставляют говорить даже немых свидетелей, замечают детали, которые очень часто помогают найти преступника, раскрыть дело. На каждый вид совершенного преступления свое специфическое исследование. Это не только хорошо нам известная по фильмам почерковеческая экспертиза, снятие отпечатков пальцев, составление фотороботов, но и множество других. Это устройство называется вакуумный взрывотехнический комплекс ВК-200. Обнаружили, изъяли взрывное устройство, назначается экспертиза. Возникает вопрос, пригодна ли оно для производства взрыва, какого его поражающего действия и так далее. Поступая на исследование, мы устанавливаем внутрь взрывотехнической камеры, под глубоким вакуумом откачивается отсюда воздух и производится экспериментальный подрыв. Тем самым определяем ее пригодность для производства взрыва и поражающие действия. Кабинет судебной экспертизы. Именно он и появился 1 марта 1919 года в уголовном розыске Министерства внутренних дел. Центророзыск. Так называлась тогда современная криминалистическая служба. А благодаря вот этой лаборатории у нас есть возможность по самым мелчащим частичкам выделения человека определить конкретно, стопроцентно его индицировать. И то, что способствует конечно раскрытию многих тяжких, особо тяжких резонансных преступлений. Именно благодаря этой лаборатории. Спустя сотню лет на базе дагестанского МВД проводят 24 вида экспертизы, 49 возможных. Они позволяют раскрывать по республике свыше тысячи преступлений. По крайней мере именно с таким показателем по итогам прошлого года дагестанские криминалисты встречают вековой юбилей. Успешно и достаточно в полном объеме функционирует введенная в прошлом году ДНК лаборатория. Освоен новый вид на отправление экспертизы. В текущем году экспертно-клиническими центнами принимаются меры по освоению 6 новых видов экспертизы. Это будет строительная техническая экспертиза, радиотехническая экспертиза, психофизиологическая экспертиза с применением полиграфов, исследование волос человека и животных, исследование лакокрасочных покрытий, исследование материалов с документами. Пройдя путь преобразования и качественного развития, экспертно-криминалистическая служба стала одним из ключевых подразделений МВД, непосредственно участвующих в раскрытии и расследовании преступлений. Ежегодно эксперты производят более 9 тысяч экспертиз и более 7 тысяч исследований. В структуру ЭКЦ входят более 20 отделений. В последующем их будет еще больше. По тематам Анапова, Дауд Гасанов, телеканал ННТ, Махачкала, Новости 24. В эти выходные свой пятый бой под эгидой бойцовской лиги UFC проведет забит Магомед Шарипов. Поединок против американца Джереми Стивенса состоится рано утром 3 марта на турнире в Лас-Вегасе. Для дагестанского спортсмена этот бой станет самым серьезным в карьере. Стивенса сейчас занимает шестую строчку рейтинга и победа над ним заметно повысит шансы Магомед Шарипова включиться в гонку за титул. Любопытно, что бойцы впервые встретились лицом к лицу чуть раньше официальной церемонии. В предстоящем бою многие эксперты отдают предпочтение дагестанцу. В пользу забита, говорит внушительная статистика. 16 побед и всего одно поражение в карьере. Стивенса же в последнем бою был нокаутирован Жозе Альдо. Сильнейшие самбисты страны сойдутся на чемпионате России. Турнир стартует завтра в Казани и продлится в течение еще четырех дней. Сборную Дагестана там представит около 40 спортсменов. Возглавит команду двукратный чемпион мира Расул Гасанханов. Соревнования пройдут сразу в трех дисциплинах среди мужчин и женщин, а также по боевому самбо. Всего будет 27 весовых категорий. Ожидается, что турнир в Казани соберет около тысячи спортсменов из 73 регионов России. Это было все, о чем мы хотели вам рассказать. Смотрите нас также в Ютубе и в Инстаграм. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»!